Кинокомпания Interlight Pictures и Baldwin Coin Productions представляют Три сотрудничества с компанией Seagal Nassau Pictures Стивен Сигал В фильме Патриот В ролях Гейлард Сертейн Эл Кью Джонс Сайлас Вэйр Митчелл Дэн Бин Дэймон Колоза Брэд Лиланд Молли Маклюр А также Витни Йелла Уроу И Камилла Бель в роли Холли А вот так Холли Стой! Почему ты не используешь антибиотики, как другие? Они неэффективны. Да вроде они помогали коровам. Хотя, откуда мне знать? Я всего лишь старый ковбой. Вставай, девочка. Пошла. Квесли? Подбор актеров Шерри Роудс. Художник по костюмам Розанна Нортон. Похоже, мы ее нашли. Композитор Стив Эдвардс. Художник-постановщик Ив Холли Тернер. Монтаж Дерек Крэччин. Оператор-постановщик Стивен Уинден. Ей кажется, нездоровится. Для такой малышки шансов маловато. Лучше ее пристрелить. Крэнку, бери ружье. Продюсеры Патрик Чой, Нил Ньями. Хауард Болдуин, Стивен Сигал и Джулиус Нассо. По мотивам романа Уильяма Гейна, «Последний канадец». Автор сюжета М. Сассман. Автор сценария М. Сассман и Джон Кингсвелл. Режиссер Дин Семмлер. Да, бедная малышка, больна. Не думаю, что на этот раз твое зелье сработает. Не знаю, Фрэнк. Но ты ведь не станешь спорить на свою лучшую веревку, седло и карабин. С кем угодно, только не с тобой. Скажу Холе, что мы нашли лошадку. Нет, стой, не торопись. Хочу подождать, пока она не будет скакать, как прежде. Хочешь со мной поспорить? Нет уж. Решил провести меня, Весли? Я не играю сердечком моей девочки. Бунт Венеси, штат Монтана, длится 52-й день без признаков окончания. Но во избежание ошибок, совершенных Уаку и Рубио-Бридж, федеральные власти все еще рассчитывают на мирное разрешение конфликта. Во главе во старшего отряда стоит Флойд Чизом, неонацист, постоянно вступающий в конфронтацию с властями и находящийся в розыске с многочисленными вооруженными столкновениями. Власти утверждают, что судьба повстанцев в руках Чизма, называющего себя патриотом Новой Америки. Древо свободы время от времени надо подпитывать кровью патриотов и угнетателей. Томас Джефферсон. Молодец, сынок. Отлично, сынок. А это чьи слова? Здесь место только для стопроцентных американцев. Только для них и больше ни для кого. Джеймс Мэдисон. Нет, друг. ФДР. Франклин Делану Рузвельт. Наш простачок. Лови. Тут его портрет. Мистеру Рузвельту крупно не повезло. Во время Второй мировой его заставили послать наших ребят сражаться в Японию и Европу. Но вот что я скажу, друзья. Умнейший был человек, говорил верные вещи. Настоящий американец. Да, Зар. Но эти младенцы, штурмовики правительства, давшие клятву верности Соединенным Штатам, они американцы? Нет, сэр. Никакие они не американцы. Вы понимаете, о ком я? Да, сэр. Я говорю о спецслужбах. Да, сэр. ЦРУ. Да, сэр. ФБР. Да, сэр. Не наплевать, как они себя называют. Увидит Бог. Я знаю, что эти сукины дети наши угнетатели. Тебя ждет смерть, Флойд. Только представить, что по земле ходят люди с куском льда вместо сердца. Но вы, вот кто настоящие американцы. Да, сэр. Вы настоящие патриоты. Да, сэр. Вы настоящие граждане. Да, сэр. Я благодарю каждого из вас за то, что вы так долго держались. Я знаю, что вы настоящие солдаты и рветесь в бой. Да, сэр. Но видит Бог. Я не могу этого допустить. Я положу этому конец. Я выйду из двери этого дома и сдамся. Нет, я поломаю их планы. Они и начать не успеют. По-моему, гиппопотам пишется с тремя п. Спасибо, Фрэнк. Не за что. Миссисипи. М-и-э-с-с-и-э-с-и-п-и. А умеешь говорить Миссисипи как слепые? Нет. Не умеешь? Так же. М-и-э-с-с-и-с-и-п-и. Фрэнк, тебе ведь есть чем заняться? Есть, Весли. Пока, подружка. Пока, Фрэнк. Завтракать будешь? Нет, я давно позавтракал. Спасибо за приглашение. Тебя не тошнит от моей стряпни? Нет. Нет? Нет. Хорошо, тогда по полам лета, как договорились. Спасибо. Хочешь немного соуса? Да. Вот так. Мне очень не хочется, но я спрошу, чем ты занимаешься? Делаю уроки. Ты ведь должна делать их вечером. Да, но вчера я ходила в горы. Ты ходила в горы. А что папа говорил насчет прогулок поздно вечером? Что это очень опасно. Правильно. Почему же ты пошла? Ну, было совсем не опасно. Здесь миллион полицейских. Солнышко, ты не знаешь, какие там злые дяди? Ешь. А почему ушел Фрэнк? Ну, Фрэнк любит особую еду и слишком много соуса табаском. Так что потом громко пукает. Потому и вылетел из дома. Я шучу. Он поехал в город купить мне инструменты. Скоро вернется. Почему лошади всегда умирают в одиночестве? Понимаешь. Лошади отважнее людей. А людям хочется умирать на руках у близких. Лошади могут управиться и сами. Дедушка говорит, они не хотят, чтобы вы видели, куда полетит их душа. Может и так. Кстати, налей мне чаю. Ты снова заварила дедушкины травы? Да. И что это? Красноцвет. Где же ты взяла красноцвет? Собрала вчера в горах. Правда? Как вкусно. Введи ребятам вакцину, Паук. И избавься от улик. НЭМ-37. Уровень токсичности смертелен. Да поможет нам Бог, Флойд. Да поможет нам Бог. Я выхожу. Я выхожу. Видите, что у меня в руках? Игре конец, ребята. Я безоружен. Вот он я. Ваш главный приз. Подойди ко мне. Руки в стороны, чтобы я их видел. Повернись. Повернись. На колени. На колени. На колени. Я больше так не буду. Похоже, ты наделала много ошибок. Ты должна запомнить. Когда что-то не так, в тебе говорит кровь матери. А когда все хорошо, то моя. Опять двадцать пять. Ничего. Скоро дороги будут свободны. Флойд сдался. Что? Час назад взял и вышел с поднятыми руками. Вот это хорошая новость. Не стоит витилиться раньше времени. Власти получили только одного заложника. Остальные ублюдки так там и сидят. Никто не отменял игру в солдатики. Я не имею ничего против такой игры. Наоборот. Те, кто возмущается, в принципе, правы. Но столько развелось подонков. А Флойд, подонок, уже нет. Уэсли, кажется, нас пропускают. Поехали. Он отказался от адвоката, представляешь? Пошли. Почему вы отказались от защиты, сэр? Отойдите все назад. Почему вы отказались от адвоката, мистер Чизон? Как жизнь, док? Как жизнь, док? Уэсли Макларен, частная практика. Пока, папа. До свидания. Привет, Клем. Извини, что опоздал. Пробки. Похоже, Флойд и Чизон мы наконец сапали. Давно пора. Надоела эта заварушка. Как здоровье? Уже получше. А как твоя почка? Лучше, чем в прошлый раз. Доктор Уэсли Макларен, частная практика. Встать. Суд идет. Садитесь. Привет, Флойд. И вам привет, судья Томпкинс. Мы получили по почте твою кассету. Отлично. Вроде я вас не подорвал. Включите, пожалуйста. Приветствую вас, друзья и соседи. Приветствую вас на своей земле. В своем собственном доме. А это мой обрез. Конституция не запрещает, чтобы дуло имело длину 18 дюймов. Все вы землевладельцы. Это моя земля. И я буду делать на ней то, что хочу, черт возьми. Как и вы. Это наше местное дело. В крайнем случае дело округа. Так какого черта своры федералов, воняющих кислой мочой, приперли сюда со своим федеральным законом? Вот что я вам скажу, друзья. Скажу от чистого сердца. Если эти вооруженные громилы станут ломиться в мою дверь, я подготовлю прием. Верно. Спасибо. На основании этого вас можно арестовать за вооруженное сопротивление. Не понимаю, почему вы послали мне эту запись. Вы знали, что вас ждет. Флойд, вы нарушили закон о земле, и вас посадят в тюрьму. Суд не будет рассматривать ваши политические убеждения. Вас будут судить, как любого гражданина. Желаете что-нибудь заявить? Да, желаю. Я хочу заявить вам, заседающим в этом суде. Ваш закон о земле не действует на моей земле. Еще одно заявление судья Томкинс. Я не признаю этот суд. Клим, вот его карта. Спасибо. О, нет. Что там? Почка по-прежнему закупорена. В больнице сказали, нужно делать диализ. Это мне не по карману. У меня нет страховки. Ничего нет. Слушай, если я посажу тебя на диету и специальную витамину, ты выдержишь? Если я бросил пить, то все выдержу. Если выдержишь режим, мы вернем твою почку. А почему мне в больнице этого не предложили? Потому что принцип западной медицины – продлевать болезнь. А мой принцип – излечивать. Я не смогу купить новомодные витамины. Послушай, ты ведь по-прежнему лучший плотник в округе. Не отделайся заново мой кабинет. Конечно. С радостью, док. Так и решим. Мы заставим твою почку работать. Ну как? Доктор, вам звонят. Сказали, очень важно. Спасибо. Доктор Уэсли Макларен? Да. Привет, док. У меня проблема. Да, в чем дело? Видите ли, сэр, у меня есть кобыла. Чудесная лошадка славной ополудской породы. И такая красотка, сэр, что я сам бы на ней женился. А в чем проблема? Ничего особенного, но дело в том, что мировая общественность требует анализ ее крови. Кто говорит? Уэс! Уэс, расслабься. Литл Ричард, как жизнь? В порядке. А как там у вас, Венеси? Здесь рай земной? А как в Атланте? А в Атланте просто ад. Поэтому я уехал. Теперь занимаюсь вещами посерьезнее, потому и звоню. В городе затеяли однодельца. Контроль за инфекционными заболеваниями. Сколько лет я тебе это вдалбливал? Ты стал ко мне прислушиваться? Когда я ушел? Не только я. Понимаешь, я возглавляю команду медиков быстрого реагирования. Мне нужен знающий человек, кто-то разбирается в этом деле. Ты ведь по-прежнему борец против всякой заразы. Я подумал, тебе это подойдет? А под чьим началом? Кто за это платит? Угадай. Милая компания рифмуется сэру? Да, такие дела. Может, рискнешь? Закатим славную вечеринку. Я завязал с работой на правительство. И не занимаюсь общественной практикой. Брось, Уэс. Ты же у нас лучший иммунолог. Что, собираешься сидеть в этой дыре и гробить свой талант, вправлять кости и прописывать аспирин? Думаешь, я поверю? Нет, нет. Иногда я могу подцепить красотку и поразвлечься. Ну, конечно. Привет пластиковым пробиркам. Что? Ну, как мне вывербовать, если нельзя сказать ни слова? Супер доктор сорвался. Но главное соблюсти секретность. Звони следующему в списке. Список закончился. Горрак. Супер доктор сорвался. У Ding, в четыре периода соблюд前 нет. Что? Горрак. У credential добровольствия полиа. Потому что пreciка сбшьсть и спалка тр considerоспад СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все чисто, красавица. Отлично. Не пошлете меня в больницу? Нет, мэм, но в больнице вам помогли. Там было ужасно. Одни больные. Да. Пирог с черникой. Спасибо. У меня вот такие уродились. Всего в пяти минутах от меня. Вы его подогрейте. Холодный, невкусный. Держите. Это вам. Это дамасский кинжал. Прекрасная работа. Но я не возьму. Пирога достаточно. Спасибо, мэм. Но вы приходили на дом. Ни один врач не приходил ко мне, когда я болела. Это нож моего мужа. Это вещь для мужчины. Поправляйтесь. До встречи, красавица. Спасибо, доктор. По-моему, Дэрон в тебя влюблен. Что? Дэрон? Почему я ничего не знаю? Закрыто. Привет, папочка. Малышка, как дела? Хорошо. Как в школе? Хорошо. А это что? Пирог. Его Молли испекла. Оставим на десерт. А десерт после ужина. Понимаешь, к чему я? А почему у тебя рот в крошках? Неправда. Ты меня провела. Отряд повстанцев, состоящий из фермеров, находится в осаде уже 57 дней. Да. Это серьезно. Очень серьезно. Я буду через 10 минут. Срочный вызов? Да, похоже. Они не могли позвонить, когда мы приедем домой? Люди, которым нужна срочная помощь, не думают о вежливости. А я хотела покататься на звезде и посмотреть жеребенка. Я думаю, все остается в силе. Я позвоню Фрэнсу, чтобы он тебя забрал. Ладно? Спасибо, папочка. Все, отбой. Заходите. Добрый день, доктор. Добрый день. Привет, Холли. Ну вот, можешь делать уроки. Будут заходить молодые люди, не заигрывай. Никаких свиданий до 40 лет. Ладно, папочка. До встречи. Пока. Док, чертовщина какая-то. Никогда такого не видел. Что с ним? Его привез шериф, у него в суде начался приступ. Жизненные показатели. Давление 240 на 120, дыхание 30. Слабое. Пульс 105. У него жар. Когда привезли, температура была под 40, и она поднимается. Капельница в тористый натрий. Состояние ухудшается. Черт. Он впадает в кома. Он впадает в кома. Напряжение ткани в области желудка и печени. Затруднена пальпация брюшной полости. Слизистая. Общая бледность. Вы не заметили каких-нибудь странных людей, необычной еды или предметов? Его не кусала собака? Что происходит, доктор Макларен? Мы в большом дерьме. Ну что это такое? Пластиковые пробирки. Я не понимаю. При биологических атаках пятого уровня не используется стекло, потому что стекло может порезать скафандр, и вы погибнете. Ричард Бок слушает. Пластиковые пробирки. Мы нашли твою заразу. Пришли команду быстрого реагирования в космических скафандрах. Уэс? Говорит Бок. Четвертая команда биоконтроля на выезд в Энис-Монтана. Радиус зоны 30 километров. Это не учение. Карантин. Выходи, выходи. Бегом. Полковник Харри, соедините с руководителем операции. Генерал, пункт Альфа будет в косе через пять минут. Из зоны никого не выпускаем. В чем дело? Извините, район под карантином, дороги перекрыты. Возвращайтесь в Энис. Возвращайтесь в Энис-Монтана. Возвращайтесь в Энис-Монтан. Возвращайтесь в Энис-Монтан. Мы делаем все, что в наших силах. Дежурный врач, пройдите в приемную. Дежурный врач, пройдите в приемную. Да. Что происходит? В городишке одни больные. Точно не знаю. Но у меня очень плохое чувство, что что-то вот-вот вырвется наружу. Холли останется со мной, далеко не уезжай. Понял. Внимание всем жителям! Сохраняйте спокойствие. В вашей местности обнаружен необычный вирус коровьей чумы. Обращайтесь в больницу за вакциной и советами по уходу. Сохраняйте спокойствие. Просим всех сохранять спокойствие. Я ведь предупреждал. Ничего не слышно. Всем сохранять спокойствие. Персонал скорой помощи привез все необходимые медикаменты для лечения вируса. Вставайте в очередь по одному человеку для проведения срочной прививки. Ты должен был уничтожить эту дрянь давным-давно. Уэс, чего ты от меня хочешь? Я ведь только держал вещество на хранении. Откуда мне было знать? Надо было все уничтожить. Хранение крайне опасно. Вот что погубит человечество. Русские, китайцы, американцы. Его бы все равно похитили, а потом выпустили. Но оглянись вокруг. Послушай, когда жители Энниса начнут умирать? Через день-два. С учетом состояния здоровья, сердечной деятельности, возраста, сам знаешь. Позволь задать один глупый вопрос. Ты привез вакцину или сыворотку? Да. Пойдем. Пора за работу. Продолжайте. Возьмите у всех анализы. Хорошо. Наверное, во время чумы или войны человеческая жизнь стоит немного. Но здесь она еще что-то значит. Судья был моим другом. Кто же выпустил джина из бутылки, Дик? Некто Тет Никсон выкрал вещество и бежал. Наши службы засекли его в Биллингсе и заключили под стражу. Через день после того, как он продал товар. Мы схватили его почти сразу. Полагаю, вам неизвестно, кому он его продал. Он совершил самоубийство до прибытия группы следователей. Повесился на шнурках. Ты уверен, что это самоубийство? Лично я сомневаюсь. Сколько уже, доктор? Заражены 94. Пять раскончались. Как ты держишься, Том? Не знаю. Пока держусь. Вот ткани из горла судьи. Очень быстрый рост. Невероятно. Я сделаю слайды. Доктор, у вас есть сжигатель? Да, сэр. Как можно быстрее все сожгите. Уэс, бомбы далекого будущего будут микроскопическими. Микробы дешевле, ведь они не уничтожают здание. Твое мнение не играет роли. И мое тоже. Это все равно случится. Надо принять этот факт. Разумеется, мы примем это самым лучшим образом. Надеюсь, что к тому времени не погибнет весь мир. Папа, кто эти люди сбил? И почему столько солдат? Это врачи. Они приехали, чтобы дать нам специальное лекарство. И тогда все поправятся. Они привезли какую-то вакцину? Да, что-то в этом роде. Ты сделаешь, Мюнку? Возьму у тебя немножко крови, но обещаю, это не больно. Ты не боишься? Нет. Нет? Ведь наездницы ничего не боятся. Ты понимаешь? Если я хочу стать врачом, как ты, я не должна бояться уколов, потому что буду делать их многим людям. Правильно. Ты умеешь хранить тайны? Клинусь жизнью. Я ужасно боюсь шприцев. Ужасно. Так, давай. Простите. Как прошел день? Отлично, сэр. Я хочу увидеть арестованного. Каждый имеет право на адвоката, даже мистер Чизом. Суд меня уполномочил. Хорошо, сэр. Отлично. Повернитесь, пожалуйста. Я должен вас обыскать. Ну и работка, верно? Порядок, сэр. Идите за мной. Большое спасибо. Привет. Добрый день. Спасибо, друг. Ты здесь в полной безопасности. Не время острить, придурок. У меня башка раскалывается, и горло огнем горит. Я болен. Знаю. Я тоже. Ты болен? А с тобой что? У нас осложнение. Еще бы. Мне нужен новый укол. Давай, не тяни. Сделай укол. Это не так-то просто. Слушай, в этом крысятнике любой урод получает свою порцию порошка. А укол тем более. Флойд в любом случае, он не подействует. Вакцина бессильна. Она замедляет, но не убивает вирус. Ты хочешь сказать, что я умираю? Я хочу сказать, что мы оба умираем. Я тебя предупреждал. Пошел ты. Слушай. Сюда согнали умников в скафандрах. У них есть то, что нам нужно. Вот и принеси. Иди и принеси. Черт побери. Я не могу принести. Они обложили больницу. Там у них целая армия. У меня тоже есть армия. Армия настоящих граждан. Все как на подбор. И все готовы пожертвовать ради меня жизнью. Я не собираюсь протирать здесь штаны. В этой грязной, вонючей дыре. Ты. Ты вытащишь меня отсюда. Вытащи меня, Боук. И побыстрее. Есть, сэр. Данный вирус крайне опасен и может передаваться не только при физическом контакте, но, как мы полагаем, и дыхательным путем. После прохождения прививки все должны немедленно вернуться в свои дома и не покидать их. Повторяю, не покидать дома. Просим не пытаться покинуть зону. Все дороги, ведущие из Эниса, перекрыты войсками. Внимание. Данный вирус крайне опасен. Я вас провожу. Сестра. Одну секунду. Это для людей в том конце. Спасибо. Как самочувствие, мисс Молли? Я просто в ужасе. Почему все заболели? Говорят, это коровья чума, мутирующий вирус. Но ничего подобного я не видел. А вот проклятые коровы. Извините. Сдается мне эта дрянь у нас из-за гамбургеров. Но не волнуйтесь, маленькие уколы вы снова на ногах. Все будет хорошо. А если вас будет немного пошатывать, обещаю собрать все ваше сено. Я серьезно. Спасибо, Фрэнк. Не за что. Эй, стойте. Все люди поправятся, правда? Да, мы специально обучены и экипированы. Я не об этом спросил, слезняк. Фрэнк. Что, Уэсли? Может, займемся делами поважнее? Да, сэр. Не трогай его. Полегче, сынок. Я же не деревяшка. Окружной суд. Бомба. Пора. На пол, все на пол. Вам мало? Или мне каждому вставить? Здесь должны остаться только люди из правительства и медики. Шевелитесь. Живо. Живо. Убирайтесь отсюда. Я доктор Бок. Я возглавляю данную операцию. Не убивайте моих людей. Держите нож. Что вы творите? У Боких долг, доктор. Добро пожаловать в реальный мир. У них та же сыворотка. Господи. Доктор, эта дрянь не действует. Откуда вы знаете? Мы ее опробовали. Мы на ней сидим. У меня такое чувство, что я один чего-то не понимаю. Может, расскажешь, в чем дело? В ряде опытов, NAM37 мутировал. В таких случаях вакцина не действует. Или действует недолго. Ясно. Похоже, мы с вами ходячие мертвецы. Спасибо тебе, Флойд. Флойд, просто невероятно. Анализ крови одного из доноров положителен на наличие вируса, но отрицателен на его развитие. Объясни-ка. Организм донора боится и побеждает, уничтожая вирус. И мы выясним, как. Мы выявим антитело, и все, ключ у нас. А у нас здесь два всемирно известных иммунолога. Нам понадобится много крови. Посмотрим, кто счастливчик. Так, 11.23. Холли Макларен. Чтоб я сдох. Боб. Да, сэр. Приказываю тебе обыскать все здание. Маленькая девочка с длинными темными волосами. Найди ее. Ясно, сэр. Ты осознаешь, что натворил, Флойд? Ты самый опасный кретин в мире. Ты открыл ящик Пандора. Именно ты принес сюда биологический вирус и заразил всех вокруг. Ты предал своих людей, предал свое движение. Да, ты повторял слова отцов нашей нации. А на самом деле, ты дерьмо. Где твоя девчонка? Зачем она тебе? Вопросы задаю я. Где она? Хороший вопрос. Где она? Нам нужна твоя дочь. Отвечай. Мы возьмем у нее анализы. Слышал, что сказал Паук? Доктору нужно освежить память. Может, это поможет. Черт, Флойд. Вот гад. Что ж, теперь твой уход. Можно по-хорошему, можно по-плохому. Флойд, не думай, что все будет по-твоему. Еще как будет. Ладно, придется по-плохому. Проклятье, не стрелять. Моя дочь там? Да. Папочка! Все, пошли, детка. Где тебя черти носили? Вы покидаете Эннис. Друзья, слушайте внимательно. Паук и один из медиков правительства работают над вакциной. Надо заполучить эту девчонку. Если пристрелить ее, закупорьте тырку. Нам нужна ее кровь. А что с Маклареном? Он нам не нужен, можете закопать ублюдка в грязи. Собери вещи и надень высокие ботинки. Мы уезжаем к дедушке. Дапра, ЦРУ. Дапра, команда медиков быстрого реагирования. Я собрала все, папочка. Проверишь? Нет. Теперь иди седлать лошадей. Только пристегни покрепче. Будут настоящие скачки. Папа, я умею седлать лошадей. А быстро умеешь? Спорим? Тогда за работу, малышка. Папа, я умею седлать. Готово. 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 Код допуска. Ты вернулась, Мисси. А ты не говорил, что нашел ее? Хотел сделать тебе сюрприз. Давай-ка оседлать лошадей. Нам пора в дорогу. Уже оседланы. Молодец. Ну, пора. Пошли. Субтитры сделал DimaTorzok Жди меня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Думаешь, он нас видит? Да. Старый Фрэнк никогда не унывал. Сейчас сидит, хлопает себя по колено и радуется. Он смотрит на нас. Но мне не хочется о нем думать, потому что я знаю, что он умер, и мне грустно. Я вспоминаю маму, и мне становится еще грустнее. Думай о чем-нибудь приятном, о том, что любишь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне приснился сон про маму. Правда? Мне тоже. Мне тоже. Как ты думаешь, Энн тоже там будет? Да, надеюсь. Она может нам помочь. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуй. Здравствуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Паук Брось. Извини, руки чешутся. Отлично, теперь ясно, что нужно делать. Боже, я заражена. Нет, 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 все сложнее, чем кажется. Я чего-то не ухватываю. Ты недавно из Эниса тоже подхватила вирус и не заболела, как и Холли. Иди сюда, взгляни. Возможно, генетическая защита, как у хренового населения? Возможно. Или ответ на вашу оспу. Энн, как некрасиво. Извини. Это не смешно? Не смешно, но похоже на правду. А ты что, бросила колледж? Нет, взяла отпуск на семестр. Мне стало не в Могото. Смотри, не проморгай диплом. Не волнуйся. К тому же я многому учусь у дедушки. Он знает о растениях больше, чем любой профессор-ботаник. В этом ты права. Он стареет. Нуждается в уходе. Правда, проводит много времени в мире духов. Но ты понимаешь. Да уж. Мне ужасно жали Фрэнка. И мне тоже. Но я чувствую, что мне кто-то дышит в спину. Надо побыстрее отсюда сматываться. Куда ты поедешь? В этих горах есть одна база с хорошей лабораторией. Хочу серьезно поработать с вирусом. Что за база? Всему свое время. Хорошая лошадь. Норовистая попалась. Но довезет куда надо. Похоже, кто-то решил устроить нам трудную жизнь. И я не очень представляю, как нам выкрутиться. Ты был охотником. Но не гонись за знаниями. Оно олень. Все время ускользает. А надо заставить знания прийти к тебе. Научись слушать природу. Поезжай. За нас не беспокойся. Может, мне поехать с тобой? Да, мне бы пригодился помощник. Я отлично езжу вверху. Знаю горы. И лаборатория для меня не новость. Ты готова? Вот она. Что там? База. Я ничего не заметила. Для того ее и построили. В старину люди их варили и раскрашивали своих лошадей. А почему они раскрашивали лошадей? Потому что лошади бывают такими же кокетками, как девушки. Макияж для лошадей. Помнишь этот цветок? Это икши шали для красного снадобья. Молодец. А этот сиреневый? Это наш секрет. Я люблю тебя, дедуля. Туда не так легко проникнуть. Как только войдем, следуй за мной. Всю жизнь тут жила и ничего не знала. Это даже забавно. Они создали вирус, создали этот интернет. Но всем воспользуюсь я и поверну эти штуки против них. Помогите, на нас испытывают оружие. Я поймал четкое изображение. Будем надеяться, что они не отрыбят нам связь. Тогда все получится. Паук, сделай мне новый укол. Флойд. Это бесполезно. Плевать. Лежать в ящике еще бесполезнее. Делай укол. Мне надо выиграть время. Желаю удачи. Нас могут убить. Нет, сначала предупредят. Вы нарушили границы государственной базы. Пожалуйста, немедленно покиньте территорию. Я доктор Уэсли Макларен, допущен к секретной информации. Пригласите ваше руководство для проверки моих документов. Ваше имя отсутствует в списке, я не могу вас впустить. В горах произошла крупная биохимическая катастрофа. Мне необходимо попасть на базу. Пятый уровень защиты от биологических атак. У вас были уважительные причины для нарушения приказа, рядовой Бенсон? Нет, сэр. Вы попали под пятнадцатую статью. Да, сэр. Здесь закрытая зона. Это значит, что я могу уничтожить вас на месте. Бросьте документы на пол и отойдите. Доктор Макларен. Да, сэр. Кто эта женщина? Это доктор Уайтклауд, моя ассистентка при работах в лаборатории. Я около года работал на уровне С, 640-й отдел. Я должен туда попасть. Там в горах настоящее бедствие. И здесь, как я понимаю, тоже. К сожалению, доктор, ко мне не поступало никакой информации. Значит, я действую согласно обычной инструкции. Вы оба арестованы. Действуйте по инструкции, но не арестовывайте нас. Мы пришли, чтобы помочь вам. Наручники. Вы делаете ошибку. Спокойно. Опусти оружие. Опусти оружие. Я не террорист, я врач. Я хочу вам помочь. Я иду в лабораторию. Сколько у вас людей? 6, один в лазарете. Каким образом заразились? Мы проводили обход местности. Дефект в противогазе? Нет, мы были без противогазов. Я решил, что вирус, дезинформация. И ошиблись. Словно я и не уходил. Замечаете сходство? Макларен непобедимый. Лейтенант! Сержант Ганнер скончался, сэр. Заработав, пока жертв не прибавилось. Заработав, пока жертв не прибавилось. Макларен может быть вирус НЭМ. Думаю, если увеличить температуру, у нас может получиться. Я могу чем-нибудь помочь? Да, можете. Гварчи. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы поправитесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, парни, кому-нибудь лучше? А он как? Как дела, сынок? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Проклятие. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А теперь о развитии ситуации в Энисе, штат Монтана, где предводитель бунтовщиков Флойд Чизом выпустил смертоносный вирус, передающийся по воздуху, создав тем самым мертвую зону. Вирус принадлежит биовеществам четвертого уровня и называется NAM-37 и опаснее аналогичных в 10 раз. До сих пор власти были бессильны опровергнуть обвинения, сделанные бунтовщиками в интернете о том, что вирус был выпущен по вине правительства. По всей стране растет число сторонников пакстанческих организаций, а тем временем магазины армейского снаряжения испытывают громадный спрос на противогазы и мелкокалиберное оружие. Всех интересует один и тот же вопрос, как бороться с врагом-невидимкой. Войска по-прежнему охраняют 30-километровую зону карантина, не рискуя проникнуть внутрь, поскольку источники утверждают, что Флойд Чизом, называющий себя патриотом Новой Америки, готов выпустить на свободу еще одну порцию смертельного вируса. Флойд Чизом скрывается в своем лагере, в то время как правительство пытается путем переговоров положить конец противостоянию. Мистер Чизом, разве об этом писал Томас Джефферсон? Сынок, ты неплохо знаешь историю, но это было давно, а с тех пор многое изменилось. Это ваших рук дело, да? Я еще не закончил. Запомни, сынок. Томас Джефферсон? Он на последнем издыхании. Доктор, как самочувствие? Я боюсь смерти. Все боятся смерти. Но говорю тебе, не умирай. Это приказ. Есть не умирать, сэр. Не умирай. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уэсли, есть изменения. Слушаю. В крови лейтенанта большое содержание антител. Невозможно. Злыни. Но почему? Что это за цветы? Что он пил? Чай с красноцвета. Дедушкин рецепт. Называется красным снадоблением. Давно он его пьет? С вчерашнего дня. Ты тоже его пьешь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не спускай с него глаз и не теряй надежды. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уэсли? Привет, доктор. Черт возьми. Победа. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Спасибо, что согласился на роль подопытной свинки. Поправляйся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так держись. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Папочка! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скорее корми и пои лошадей. Они выложились до последнего. Поняла? Папа, а когда приедут Энн и дедушка? Вечером. Я скучаю по Энн. Вы расстались только вчера. Знаю. А Энн скучает по тебе. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Наш добрый доктор Отставьте нас, господа Садитесь Рад видеть вас у себя Вы не откажетесь от отличного, Мерло? Я знаю, вы из тех, кто это особенно ценит на стоянке Да, привет У вас превосходный вкус для старого доброго маслобойщика Просто удивительно Сказать честно, никакой я не маслобойщик Я считаю себя полгородным фермером Какими были наши деды Когда я это слышу, это предсказано в вашу портрет На доллоровой купюре Вы этого добиваете? Я нет Вы будете на сто долларов Я прав Я отдаю за правосудие, созданное нашими предками Они за то, что нас подпунули уже в поток Я не хочу, чтобы сволочи федералы ставили мне печать на лбу Прид входом в сортер Да вы собрались и куш сорвать, и рук не замарать Против кого воюете, сэр? Прекрасно знаете против кого Вы же на них работали Я воюю против сволочей, которые придумали машинку для перемалывания мотков Наркогипноз Вы слышали о таком, док? Правительство провело 70 Я не знаю, 100 тысяч экспериментов в Венити Да и раньше этим занимались Мы знаем, что они творят Верно А спит? Ты тоже помогал у вас в органе? Какой финал игры? Общий мир 2000? Свободная любовь, Герда? Если вы хотите знать, когда я попал в управление Моей целью была выработка формовой вещества Для защиты Соединенных Штатов Америки от биохимических вирусов врага Да, я тоже знал, что можно было использовать в негативных тель Они их замородили, но не захотели уничтожить Может, поэтому я и ушел И выдержал крепкую схватку с этими типами Но выпустить биологический вирус И убить тысячи, миллионы людей Это преступление Лучше используйте ваш необыкновенный интеллект В моей команде Вместе мы найдем средства Я уже нашел Вы нашли средства, доктор Так исполните свою клятву Гиппократа Выбачьте меня Предлагаю тост За здоровье За свободу Папа Продолжите Брось бистолет Не могу Мадмина, я свой бросил. Я бросил бестолета. Я тебя не трону. Умоляю, я не желал зла в вашей дочке. Поверьте мне. Знаешь, я в тебе верю. Я не убью тебя. Господин полковник, доктор Макларен, доктор, что вы не творите. Мы думали вы у них. Вы знаете хрятки? Светы. 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 Ты будешь жить. Держись, корида. Держись. Я рад, что ты выкрапался. Я думаю. Лучше не бывает. Лучше не бывает у нас. Жители Эннси, карантин снят. Ваш город свободен. Эти святые убивают вирус. Они будут сброшены по всей зараженной зоне. Они убивают вирус. Но что это? Проктагорные травы, которые не вспомнили ни одинаково. Сегодня заслуга старого птица. Самая мощная вирус. Я буду спрятен. Эти цветы побеждают вирус. Они будут сброшены по всей зараженной зоне. Для правильного лечения соблюдайте строгу и слуху. Доберите вирус, говорите. И ожидайте скорее всего требуя медицины. Мишки, token. Мишки. Здравствуй, мишки. Теперь ты понимаешь, почему мы не любим Парабанку. Понимаю? Понимаю? Могу сны. Мы не хотим, что-то. Не надо. Посмотрите, папа. Кто это у нас такой? О, кто это? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok